So, if you want to know what fasting is about, to read in, you can read in Isaiah 58, and verse 1 until verse 8. 1 и 8 стихи, где говорится о посте. So, I just want to clarify something to you, that there would be no misunderstanding, because I had questions in the break. So, the question was something like, Yeshua is a lion, and is the devil a lion too, like in 1 Peter? No, he is not a lion, the devil is not a lion, but like a lion, hunts in the same way the devil hunts. It doesn't mean he is a lion, but he hunts in the same way. Right? Yeah. Who is the light of the world? Sure. Right. But the devil will appear as light too. But he is not light. The true light is Yeshua. So, in the same way, Yeshua is a lion, at the same time he is a lamp, there are many pictures of who he is in the Bible. And every picture is given us, that we should learn something about him. But we shall not mix up. And we shall not mix up. And we shall not mix up. And we shall not mix up. He is the lion of Judah. Now, let's go to this session here. And to start, I would say, everything in this world are influenced by the spirit world. Everything in this world is influenced by the spiritual world. There is a reason when something happens, something has happened in the spiritual world. So, we could put it in another way and say that what happens in the physics are merely an expression of what happens in the spirit realm. When something goes wrong, we tend to forget all about the spirit realm and starts to blame everything else. And we begin to look for a reason all over in our surroundings. Even in our own lives. And we blame everyone and ourselves. And we blame ourselves. And we blame ourselves. This happens because of me. I'm probably not good enough. I'm probably not good enough. That's just the way things are. Get a life. Just the way things happen. Bad things happen. Circumstances are just against me. Просто обстоятельства на меня направлены. Я создан для ужасной жизни. Все это вертится в нашей голове, эти мысли, но это ложь. Ведь вы не созданы для плохой жизни. И не обязательно все происходит по вашей причине, за то, что вы виноваты. И эти события, происходящие здесь, причина этому, что находятся в духовной реальности. И знаете ли вы, как легко принять проклятие? И как легко вы можете стать под проклятие? Просто посредством того, что вы примете его. Знаете? И хочу упростить это слово, проклятие. Как мы проклинаем? Когда Иешуа пошел к смоковнице и увидел ее, не было там смоков, только листья, не было смоков. Поэтому он проклянул смоковницу, проклял. Сказал ли он, «Я проклинаю тебя, я проклинаю тебя, и ты будешь проклята». Сказал ли он так? Нет. Как он проклял смоковницу? Он просто сказал, «Ты больше не будешь приносить плода. Больше никогда не будешь приносить плода». Это было проклятие. И что произошло со смоковницей после этих слов? Она засохла. Начинает к корней. И ученики на следующий день увидели смоковницу и говорят, «О, посмотрите! Смоковница!» Иешуа говорит, «Ну, конечно». В словах очень большая сила. И мы также должны знать, что есть большая сила в тех словах, которые мы говорим. Когда вы говорите что-то, в этих словах есть сила. Как Яков говорит, что власть смерти, власть жизни в языке находится. Сила смерти. Иисус сказал, «Ты никогда не будешь снова приносить плода». Иешуа сказал, «Ты никогда не будешь снова приносить плода и смоковница засохла». И как часто бывало такое, что родители такие же слова говорят своим детям? «Ты никогда не станешь тем, кем ты хочешь». «Ты не такой хороший». «Ты так не будешь жить». «Иген?» «Иген?» «Ну, признайся, признайся, как бы признай действительность, ты из бедной семьи, ты никогда не достигнешь этого». «Ты никогда не научишься этому, потому что слишком много от тебя будет требоваться». «И когда мы говорим с детьми таким образом, то в их жизни мы произносим проклятие. И что происходит? Их видение для жизни засыхает. И в конце концов оно умирает». И такое ощущение, что они никогда не станут тем, кем они хотят. И родители говорят детям, «Я говорил тебе, ты никогда не достигнешь этого. Ты никогда не сможешь быть студентом. Ты никогда не сможешь быть адвокатом. Ты никогда не сможешь быть тем или тем. Ты никогда не сможешь поехать куда-то, в другую страну. И так и происходит. Так как эти слова несут проклятие. И эти слова усыхают из-за этого дети в своих мечтах. Поэтому очень важно понимать это. И прекратить так выступать. И как же нам разрушить проклятие? Так как у нас же есть власть на это. И было проклятие в моей семье. Какое ощущение, что в моей семье все умирали в раннем возрасте. Дяди мои в 30 лет умирали. Один в 39, другой в 58 лет умирали. И в 50 лет, и в 45 лет умирали. Даже еле-еле кто из них добирался до 58-летнего возраста. Это было похоже на проклятие. Потому что это была неестественная смерть. И вот так вы можете определить, стоит ли за этим какой-то дух, демон, или же нет. Так как есть какой-то образец какой-то неестественный, который происходит постоянно. Это же неестественно умирать, 40-45 лет, 50 лет. Вы не созданы, чтобы умирать в таком возрасте. Поэтому я понял, что это был демон. Мой отец умер в 60. Я увидел, что за этим всем стоит проклятие. И я должен был разрушить это проклятие. И если на ваше семействе или на вас самих есть проклятие, как его разрушить? У нас есть власть разрушить его. Поэтому что уже мне делать? И вот скажу, что я сделал. Я поставил руку свою на лоб. Я сказал, по имя Ишуа, я разрушаю это проклятие. Независимо от того, кто положил это проклятие на мою семью, я разрываю это проклятие с моих плечей, с моего семейства, с моих детей. Что? Больше никогда. Аминь. И угадайте, что произошло. Моей маме 83 года. И она просто в замечательном состоянии. Вау. И поэтому я знаю, сейчас все стареют в моем семействе. Могут стареть все, так как это проклятие разрушено. И как же знать, что проклятие разрушено? Как же узнать, что оно разрушено? Просто из-за того, что в ваших словах есть сила. Доверьтесь Библии, доверьтесь Слову Божьему. Если вы разрушили его, то оно разрушено. И никакого это отношения не имеет к вашим чувствам. Но все это основывается на доверии и вере. Если вы разрушили его, то оно разрушено. И результаты сами покажут вам, что это проклятие разрушено. Поэтому нет надобности жить по жизни, идти по жизни, постоянно нести на себя проклятие, которое будет вас постоянно одержать в унижении, в таком состоянии, как бы, такой маленький, бедный. И давайте рассмотрим еще пример такого духовного влияния. Нужно смотреть на то, что неестественно в соответствии с Словом Бога. И если Слово Божие абсолютное и полноценное истина, то что за пределами Божьего Слова? Что можно сказать о том, что находится за пределами Слова? Ложь. Ложь, и чему не следует доверять. Не доверять. Это означает, если Слово Божие говорит что-то мне, то это есть истина. Если кто-то сказал мне что-то противоположное Слово Божьему, то это не есть истина. Поэтому, если доктор говорит мне, что я не получу исцеления, я не выздоровею, а Слово Божие говорит мне, что я могу выздороветь, то к чему мне верить? Слово. Слово. Всегда. Верьте Слово. Независимо от того, что вы видите вокруг себя, доверяйте Слову. Слово будет вечно. То, что Библия говорит. Небеса и Земля придут, но Мои слова никогда не придут. Поэтому мы можем доверять Слову. и мы должны научиться доверять Слову. Мы должны научиться в нашей жизни этому. Существуют искушения, испытания, но нам следует практиковать, доверять доверие Слову. И хочу привести небольшой пример этому. Если Библия говорит вам, что вы спасены благодатью Бога, какова истина? В чем истина? Истина в том, что вы спасены благодатью Бога. Вы спасены. Независимо от чего-то еще. Даже у Павла были минуты искушения, периоды искушения. И как он рассказывает, ангел от Астаны пришел удручать его, учить его. И три раза он просил Бога, чтобы тот удалил это от него. И Господь сказал, Моей благодати, Моей милости достаточно для тебя. Достаточно для тебя ее. Нужно понять милость Бога. Вот что имею в виду, если грех очень большой, если грех огромный просто, то что такое благодать? Что такое милость? Она даже еще больше, чем этот большой грех. Намного больше. И мы должны научиться доверять этому жизни. поскольку будут в жизни такие времена, когда вы будете себя очень мерзко чувствовать. Но ваши чувства будут вас обманывать время от времени. Доверяйте Слову. Моей благодати достаточна, Моей милости достаточна. И как нет осуждения в Господе. Нет осуждения и на этом точка. И очень ясно это говорится в Римлянам 8 главе. С самого первого стиха. То нету теперь никакого осуждения осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Нет осуждения. Женщину привели к Иисусу. Она совершила прелюбодеяние. И в соответствии с законом у них право было убить ее. И они хотели услышать мнение Иисуса. И он спрашивает, ну что вы скажете? И он даже не поднимал вопрос о проблеме этой женщины. Но вообще он поднял проблему их сердца. Потому что Бог всегда смотрит на сердце. Поэтому сказал им, ну кто, у кого у вас нету греха, давай первый бросай. Камень. Так. Никто не бросил. И женщина остается с Ишуа. И Иисусе спросил ее, ну, никто не бросил камня. Все ушли. И женщина остается с Ишуа. И Ишуа спрашивает, ну что, никто тебя не осудил? Она говорит, никто. Почему они тебя не осудили? Потому что они в своем сердце чувствовали осуждение. Поэтому они ее не могли осудить. И Ишуа говорит, я тебя тоже не осуждаю. Это мой день и не греши. И мы не понимаем, насколько велика милость Бога. Насколько велика милость Бога до тех пор, пока не откроем Писание, и вот эти простые истории нам просто расскажут о ней. И подумайте о Петре. Ну, Петр. Как дела обстояли с ним? У него было откровение, да? И когда Иисус спросил учеников, за кого люди Меня почитают? Кто-то сказал, Иоанн Креститель, Который воскрес из Норвух, кто-то говорит, ну, какой-то пророк, или, может, еще второй какой-то пророк. И Ишуа спрашивает, а как вы думаете, кто я такой? И кто ответил из всех? Петр. Ну, ты. Ты Сын Бога Живого. Ты Христос. Ты Мессия. Какое откровение вообще. Подумайте об этом. Подумайте о еврейском сообществе. Подумайте о священнице. И что они думали об Иисусе? И вот Петр такой появляется. Ты Мессия. Ты Сын Божий. Ты, мы тебя ожидали. Вот это откровение. проходит совсем немного времени. Мы видим того же Петра во дворе суда, который говорит, да не знаю я его, поднять я не имею. Никогда не знал. Никогда не видел его. Можете ли вы представить, как Иисус чувствовал себя в своем сердце? В то время, когда он больше всего нуждался в Петре, Петр отверг его. Я могу это представлять себе. Может быть небольшой пример. Ты мне нужен. Ну, подойди сюда. Просто для примера. Ты Петр. Я Ишуа. Ты только что сказал такую фразу всем окружающим, что я его не знаю. Теперь они меня отбивают. Я пришел к тебе. Они меня отбивают и теперь они меня выводят из двора сюда, и я прохожу мимо тебя. Поэтому, что я, как человеческое создание, говорю? Петр, как ты мог? Ты был вообще со мной на море, и ты ходил вообще по поверхности моря там, ты пять тысяч человек накормил. Петр, как ты мог? Я нуждался в тебе, а ты отступник. И ты сказал, о, Петр, как ты мог вообще? Это естественная реакция. Как мог ты? Ты нужен был мне, чтобы поддерживал меня и стал бы там и сказал, да, я знаю этого человека. И все, что они говорят, это ложь. Но вместо этого Петр сказал, и когда я его не видел, не зная его, даже не зная, кто он такой, не зная, откуда он вообще пришел. Как мог ты? Ты видишь, не зная, да, жаль на тебя. Позор тебе, стыд тебе. Но такого не было, Ишуа никакого осуждения не сказал. Даже ни одно из его слов не указывало на осуждение. И теперь Петр себя чувствует неудачником. Уже мерзко себя чувствует, ужасно. Наверное, Петр себя чувствовал таким образом. Да, теперь мне точно надо наказать. Я даже не достоин, чтобы вообще с Иисусом вместе быть, рядом быть. Но когда Ишуа пришел к Петру, он не сказал ни одного слова, никакого осуждения. Но что он сказал? Петр, посея овец моих. Петр, любишь ли ты меня? Паси овец моих, заботи о моем стаде. Я знаю, что у тебя получится. Видите ли, что никакого осуждения не было. Ишуа никогда не сказал, как мог ты. Никогда. он никогда. Он никогда не сказал этой женщине, которая совершила прелюбедение, что ты это сделал? Никогда. Не было у него слов осуждения. очень важно это понимать, что в нем нет осуждения. Есть причина этому, почему нет осуждения тем, которые в Боге. Потому что из-за того, что Иисус делал, вы увидите, что Вы увидите слова Его. то, что закон не мог делать по плоти. Из-за плоти. То есть было что-то, чего закон не мог достигнуть из-за плоти. Плоть была настроена против этого. То, закон не мог делать потому из-за плоти, that did God do when He sent His Son Yeshua to the earth. And in Him fulfilled the law. Totally. So, when God looks upon us, the law is fulfilled. We do not have to do anything to get a better salvation. Ничего нам не надо делать для того, чтобы улучшить свое спасение. The law is fulfilled. Salvation is fulfilled. That is why Yeshua on the cross cried out. It is fulfilled. It is fulfilled. But we are so good at adding things to what we do. достигли успеха в том, чтобы добавить что-то, прибавить что-то, чтобы сделать что-то, чтобы Бог нас еще больше любил. We like to act like we love you, Lord, a little more than the others. and we love you in this way. God, we love you more than others. So, I met a man and he said to me, and he said to me, well, you see, I never smoke I never drink I never drink I never drink I read my Bible I pray to the Lord I pray to the Lord I live a decent life I take care of my family I take care of my family that's all right with me So, со мной все в порядке. Would that make him more saved than I am? No. God is looking to the heart always to the heart not to our actions Do I do stupid things? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Even more, she says, like, even more than that. Yes, I do stupid things from time to time. So, do the Lord point the finger how could you? No. No condemnation. He knows we are human beings. He knows we are human beings. But He really looks for our heart. 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 So, this will give you strength. So, this will give you strength. When you do something stupid, when you do something stupid, ask the Lord for forgiveness. But learn to forgive yourself, get up and go on. also, learning to keep it forward. Go on. I reveal a secret to you. осуждение не в Боге. Оно в нашем разуме. Бог не осуждает никого, но мы осуждаем. Так как мы не смотрим на сердце, мы не видим его. Мы смотрим на поступки, на видимое. Но мы должны практиковать это и сказать нам снова и снова и говорить тебе постоянно снова и снова, чтобы не осуждать кого-то. Не знаю, бывает ли у вас такое? Классифицируете ли вообще грехи по рангам? Допустим, я курю сигарету, я грешу сигару, сигару курю. Я грешу таким образом? Если я беру и когда я выпью немного водки, я грешу тогда? Что если я пойду и убью человека? Ну, это больше греха? Это больше греха? Тогда ты это больше греха, она сказала. Это больше греха. Мы классифицируем грехи по рангам. Всегда так делаем в нашем разуме. Это в нашем мозгах мы так делаем. Но послушайте также самый большой грешник, который существует. Это киллер? Или наркоман? Кто это? Это другой уже тема. на этот вопрос. Это бракованная, неисправимая. А есть исправимая деталь, но она частично бракованная, где можно исправить. Это такой непонятный. Это только высшая степень. Высшая школа на земле. Самый большой грешник, который может быть, разница между ним, ней или мной, это Ишуа. Разница. Я не лучше того человека. Разница это Ишуа. В чем разница? Ишуа. Разница между вами и неспасенными людьми это Ишуа. Нужно понять это, чтобы не осуждать других. Почему люди реагируют так, как они реагируют потому, что им не хватает Ишуа? Просто они нуждаются в нем. Что мы можем сказать? Пойди, дай Ишуа им. Чтобы у них была нормальная жизнь. Но не осуждай. Осуждение религиозно, и это стоит за религиозным духом. И вы всегда должны знать это. Спасибо, Отец, что я не такой, как тот грешник, который вообще десятину не платит. Я десятин-десятин даю вообще. Я каждый день иду в церковь. Я не такой, как этот. Это так. Конечно, они были разными людьми вообще. Этот и тот. Но этот грешник, несчастный человек в конце церкви, просто сказал, О Господь, помилуй меня. И он пошел домой, вернулся домой, оправданным, очищенным, спасенным. И Бог смотрел на сердце. И этот фарисей впереди, у него было такое огромное самооправдание, что, в принципе, зачем спасение ему не нужно. В его разуме. Хотя, возможно, он нуждался в нем больше всего. А возможно, они и оба нуждались в этом. Никакой разницы. Просто в сердце была вся разница. И также сердце — это разница между вами и другими людьми. Поэтому мы не осуждаем людей. Мы должны научиться любить их. Мы должны научиться любить их и дать им то, что Ишуа дал нам. Давайте сделаем перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok